я хотел с вами начать вот с темы соцсети луна маска x бывший twitter блокирует ссылку на расследование беллинг это о ракетном ударе рашиста по ахмадету 8 июня в этом пишет журналист и основатель беллинг это элиот хиггинс его цитата прямая по какой-то причине пользователь x илон маск теперь утверждает что ссылка на эту статью бомбардировки россии детской больницы небезопасно поскольку очевидно она была определена x или нашими партнерами как потенциально спамовая или небезопасная и задает риторический вопрос хиггинс небезопасная для кого для путина андрей речь ну что уже после этого что окончательно слиться и сама слился скажем так агент кремля илон маск или же он настолько погряз в этих теориях заговора что он уже не может отличить правду от лжи маск всегда поддерживал какой-то уровень отношений с кремлем ну боже мой это характерно помолит этих западных лидеров общественного мнения маска гейтс папа римский все сегодня работает 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 до путина но и да тут наверное других интерпретаций нет по принципу бритвы окама это так она собственно и есть андрей дич вот так же новость о том что собственно премьер орбан планирует встретиться с трампом со ссылкой на источники пишет блумберг встреча политиков состоится 11 июля во флориде после саммита нато по данным издания переговоры орбана и трампа могут усилить опасения что венгерский премьер посредник между путиным и трампом напомню недавно он завела миротворческой миссии слетал в киев москву и пекин вы уже наверное успели да ваше видение этой миссии о премьера орбана скажем так и все-таки интересно что тут еще был присоединенный китай видишь для республиканцев и даже для трампа китай является главным геополитическим врагом а тут так получается что они готовы вступить в некую такой ялта 2 сговора с этими силами ну какие еще какие еще опасения это напоминает вот старый анекдот опять это проклятая неизвестность какая проклятая неизвестность путин и трамп открыты на глаза всего мира уже работают поскольку на совместном плане принуждение украины капитуляции орбана является очень важным посредством единственный посредник первым посредником был так как карлсон которого послал путин а потом путин не посылал орбана это не первая это третья встреча у орбана старпа причем нагло это пришел вызов коллегам по нато нато только что принял довольно сильный документ о том что она твердо стоит на стране украины 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 про войну в этой войне 40 миллиардов долларов дополнительная помощь против ракетной обороны один из участников этого саммита юбилейного едет по месте трампу как посредник посланник путина обсудить планы капитуляции украины вот даже мне сегодня я слышу отряды украинских комментаторов что ну что вы там планы путина и трампа они различны в чем они различны путин идея путина поскороните украину к потере своих территорий прекращению огня путин требует еще кроме захваченных беспрецедентно вообще новой истории миротворчества а дайте мне еще уйдите еще из-за порога декорсона которая так и не смог завевать но то может быть хочет тоже меню раздела провести по захваченную почву это уже детали главный центральная идея склонить склонить украину к капитуляции андреевич ну вот только что уже это обсуждали с аббасом голям и не могу и тут не привести сейчас заявление медведево что россии необходимо готовиться к захвату всей территории украины после того как москва и киев подпишут мирный договор и завершат войну что в украине к власти все равно придется такая часть радикалов которые будут врагами россии и тогда настанет время окончательно раздавить гадину написал медведев и в другом посте написал про длинный стальной гвоздь в гроб украинских бандерасов что-то вроде этого вот удивительно да то есть идут попытки такого мира на вязание капитулятивного мира и при этом медведев сразу же вообще сливает всю контору что и мир будет абсолютно филькиной грамотой мы просто будет путем к уничтожению украины как таково удивительно что ему разрешают это в открытую говорить да не разрешают а даже пощаят он занял эту позицию такого радикала они считают ее необходимыми для давления на запад Украины а что разве путин скрывает что вот его план именно на это направлен ясно что он хочет сделать в Украине то же самое что в 39 году Сталин делал с предполатическими республиками ведь сначала с ними были заключены определенные соглашения даже о мире безопасности но только с условиями введения подразделения советских войсных территорий а через несколько месяцев там были проведены перевороты и они потеряли независимость ясно что путин план вот это так называемый корейский вариант он преследует тот же сценарий корейский вариант сработал потому что в южной корее были сотни тысяч американских солдат в течение 50 лет а вот при всей позитивности сегодняшних решений саммита мы понимаем что американцы не готовы посылать своих солдат поэтому и ограничивается поиском новых новых изящных формировок сегодня они обещали Украине и РД Сыду теперь куча Украины в НАТО будет оказаться и РД Сыду Андрей Иванович ну вот так же знаете интересная вот контраст открывая сегодня Нью-Йорк Таймс и заявление Байдена и заявление там Байден когда лидеры НАТО собрались в Ашатоне на этой неделе они один американский президент назвал 75-летний оборонитель альянс величайшим в истории мира Байден разумеется а другой догадаетесь кто описал его как виртуальный рэкет защитой для защиты да и заявил что он оставит неплательщиков на милость российских захватчиков ну тут на самом деле смешаны два сообщения таких про российских захватчиков он заявлял еще раньше да вот ну тем не менее альтернативно Байдену выступил где-то там на встрече с избирателями в каком-то штате и полил грязью опять НАТО дал понять что вообще возможно по сути его деактивирует будем говорить так я думаю что это опять-таки всем мечтателям в том числе и провокаторам из числа русскоязычного ютюба в том числе и в Америке вы знаете о ком я говорю я думаю что после этого слушать их наверное просто не не мудро все говорится само за себя и трамп перестал даже уже шифроваться да вот поэтому и путин перестал шифроваться мы вот те же вопросы задавали и аббасу и мне зачем он ждет прихода трампа но судя по тому скандалу который разворачивается сейчас и на штатах шансы его на это возрастает и он уверен что он очень деловым образом обсуждает детали совместного принуждения украины капитуляции а для того то есть он считает что у него есть обеспечено то что там будет принуждать украины капитуляции а для украинского населения у него орудие террора он не стесняется перед саммитом он атакует как доказано это целенаправленно атака была на российской ракеты на на больницу террор он хочет запугать украинское население но ведь есть такие настроения в отдельных кругах и украинского общества давайте все таки подумаем как-то договориться надо спать перемене спасать человеческая жизнь циничная тактика совершенно но мне кажется сейчас вот очень важны соединенных штатах демократы должны полностью изменить предвыборную стратегию потому что ну я не буду говорить о президенте Байдена я просто уверен по ситуации не коляется с каждым часом ему придется уйти ему придется уйти демократы выдвинут нового кандидата технологичнее всего это конечно будет Камала Харрис где-то так вот я публиковал сегодня статью в украинской российской и про Россию на английском тоже что Камала Харрис должна резко изменить стратегию ведь вся избирательная стратегия Байдена команды Байдена вымерила примерно так да Байден Байден в общем старенький маразматик но все равно давайте голосуйте за него потому что иначе придет страшный трамп это трампоцентричная пассивная позиция компания президентства но Харрис надо будет изменить полностью стратегия избирательная она должна быть наступательной наступательной компанией она должна позиционировать себя как лидер свободного мира возглавляющего во время тяжелейшей войны в мировой войне объявленной западу должны принять вот прозвучало сегодня в натовском коммунике в Украине Парабеева это недостаточно Парабеева это слишком смутно Андреич с другой стороны в двадцатом году Байден и победил благодаря этому месседжу я не Трамп правильно же победил же надо позитивную программу создать Украина должна нанести поражение России а эти слова должны быть подтвердены очень простыми делами вот на саммите принято что там пять пять систем ПВО нужно десяток систем ПВО и прежде всего наконец Зеленский озвучил тут цифру вот я же все время говорю то что решающие для исхода войны передать западные самолеты я говорю что сто двести самолетов будет достаточно для того чтобы выкинуть российскую группировку из Крыма и это приведет к падению путинского режима Зеленский назвал конкретно 130 самолетов вот это нужно передать немедленно вот это новая программа новая должна быть наступательная стратегия избирательной кампании демократов или мы сейчас поможем Украине одержать победу или или запад терпит поражение в мировой войне и уходит из мировой истории да чем больше и не надо рассказывать какой Трамп говно изменить он это будет рассказывать сам Трамп он будет это он рассказывает вот в припроцентной роли его высказывания и встречи с Орбаном Трамп будет предусмотреть этой линии он будет говорить о том что вот он договорится с Путиным и продолжать лоббировать вот тот же путинский план захвата части украинской территории мы очень важнейший исторический момент мы переживаем и мне кажется вот демократы по настроениям я снижу они придут к этому выводу более того я думаю что в этой обстановке если Байлер наконец согласится с очевидным мнением среди металлической партии что он слишком слаб и физически ментально для того чтобы быть кандидатом он может по тем же соображениям ухудшившись здоровье и уйти в отставку с поста президента и тогда кандидат президента Харрис она станет автоматически не исполняющим обязанности а полноценным полноправным президентом до окончания срока что это даст ли гораздо больше припущено во время избирательной борьбы демократы осознающие громадную опасность для страны и мира должны на мой взгляд прибегнуть совершенно вот этим чрезвычайным чрезвычайным мерам новой стратегии кампании знаете да только касается Байдена он просто понимаете то есть Трамп сейчас отдыхает глядя того как все вопросы к Байдену и на фоне него Трамп кажется бодрым красавчиком хотя какую ахинею несет но ничего тут не поменялось да количество ахиней манипуляций и просто откровенного вранья через несколько часов будет пресс-конференция Байдена ну вот это будет его последняя пресс-конференция должна быть знаете опять-таки мессенджинг что ну я сделаю все что я могу это самое главное помните он дал интервью в ABC с джорси фоноус если ты говоришь что это судьбоносный абсолютно выборы и на кону средиамериканская демократия то есть приз за участие ты не получишь это not good enough что называется и то же самое Андрей Андреевич возвращаясь к теме саммита я знаю вы обратили на это тоже внимание в недавнем интервью что месседж что мы стоим за каждый инч да вот дюйм квадратной территории дебильный месседж простите просто меня взбесило за каждый инч территории стоит украина украина и еще прозвучал такой возмутительный мотив декорации она будет принята когда будет выполнен все какие нахрен условия украины это единственная страна мира которая за прошедшие 75 лет выполняет ту задачу для которой было создано создано НАТО остановить российскую агрессию агрессию на западную Европу это еще раз подчеркивает что знаете это тут недосказание да то есть мы будем воевать за каждый инч на ту территорию за это означает негласно что за Украину воевать мы не будем мы будем давать когда даем что-то будет приходить с запозданием в год в два но воевать за Украину мы не будем это происходит тогда когда Путин уже обещает что инженерный войска Северной Кореи появится на Донбассе ну слава богу это нет это нет декорации это опять же тот извините за выживший из ума Байдена тот еще раз сказал в своем выступлении с этим ничем этот ничем вписали еще несколько лет надо помните перед началом войны он каждый день это повторял это был сигнал русским идите не бойтесь нападайте да это было подтверждено потом гнусной сделкой Бернса с Путиным личный устный 2 февраля 22 года в Кремле когда Бернс договорился что Путин ему обещал что мы не пойдем в стороны НАТО то есть вам не придется защищать эту инженер а Бернс ему гарантировал до сих пор это ограничение не снято до конца что мы не дадим возможности украинцам наносить удары по российской территории нет продолжение с такой стратегии запад уйдет из мировой истории у них осталось осталось три месяца и вот я очень надеюсь сейчас возрастает возмущение демократической партии нужна отставка байдена еще отставка с поста президента и президент харрис должна проявить себя как лидер лидер свободного мира предоставить предоставить азерянский это 130 наших 130 самолетов и ясно что надо бросить на это последнюю красную линию что только украинские летчики нету 130 украинских летчиков подготовленных для этой миссии должны быть самолеты реальные реальные боевые слаженные подразделения франции великобритании и швеции они готовы резко резко изменена стратегия резко изменена стратегия что вы считаете по поводу вообще конфигурации которая сейчас выглядит в европе в контексте вот очень непонятных выборов во франции и вот мы говорили с аббасом что не так все просто у орбана внутри венгрии да и он выиграл не очень убедительно меньше 50 процентов на выборах в европарламенте тем не менее он сумел сбить такую сколотить крупную если не ошибаюсь это будет второй силой третьей или второй даже силой в европарламенте такую вот коалицию ультраправых которые он если не возглавляет на бумаге то по крайней мере является ее идейным вдохновителем ну прежде всего относительно франции второй тур показал что в общем макрон справился с поставленным задачей теперь он может по нам ценно вернуться к своей роли тоже лидеру свободного мира ведь он же очень многое сделал выяв новые концепции для запада о том что украина должна держать безговорочную победу и остаются его слова он вернется к этой идее о том что мы должны он сказал мы пошлем не рожи и мы пошлем технических специалистов это означает по сути он пошлет французские самолеты с французскими летчиками и давайте не будем забывать ну все про трампа а произошла в конгрессе американском такая концептуальная революция ради москвы республиканской партии вот эти три замечательных человека председатель комитетов мако роджерс и терна они же резко критикуют если трамп критикует байден за то что он якобы ведет мир третьей мировой войне во всю идет то эти три лидеры критикуют байден за недостаточную помощь украине это тоже и вообще надо смотреть реально на ситуацию трамп конечно очень опасен но в конгрессе сложилось устойчивое двухпартийное правоукраинское большинство и надо еще что я порекомендовал бы президенту харрис первое из день своего президентства принять программу победы в украине трех республиканцев вот те же вы знаете те же роджерс маковые и турне еще несколько месяцев назад обрековая доклад о победе победы в украине а резолюция о помощи принятая конгрессом она включает пункт в течение 45 дней администрация должна доложить конгресс о своих целях войны в украине 45 дней прошло вот выполняя этот закон харрис может взять в качестве ответа как раз доклад республиканцев тем самым большинство поддерживает поддерживает украину есть очень важные шаги которые могут привернуть ситуацию ну и в целом андрей речь знаете парадоксально что в принципе главный геополитический вообще враг конкурент и республиканцев трамповского толка да и не только это наверное одна из немногих именно бай партизан двух партийных консенсусных вещей это китай да и тут вот такая вот миссия миротворческая орбана неужели республиканцы пойдут на такое чтобы на китайско-московских условиях заключать какое-то принуждать украину к миру это наверно тоже то что должно использоваться быть использована украинской дипломатии как аргумент в том числе в контексте того что нато сегодня впервые официально обвинила китай в посредничестве пособничестве россии в этой войне так все это будет ярко работать на независимых избирателей на колеблющих избирать на многих избирателей республиканской партии если демократы займут в эту которая придет резко наступательную позицию сейчас основной вопрос решающий это вопрос победы победы украины победы запада а трампу даже не надо ничего говорить он сам себе будет топить топит себя при такой обосновке вопрос вот свечи с орбаном посвящую совместную разработкой плана лет с украиной а теперь как выбрать еще и в содружести с китаем андреевич ну и вот я еще хотел буквально небольшая тема в конце нашей беседы ваше мнение по поводу саммита мира и то что украинское правительство решила президент объявил что их хотел бы видеть проведение второго такого саммита до конца года ну и тут уже есть даже реакция до до президентских выборов до до 1 ноября получается и в миде россии уже отреагировали исключили возможность участия россии в подобном саммите мира заявив что причина заключается в сознательном игнорировании других мирных бляха-муха простите инициатив как бы в целом насколько вы считаете целесообразно такая инициатива и вот такая реакция россии ну наверное абсолютно очевидно и ожидаемо такая инициатива будет целесообразная если будет сделано самое главное все-таки все будет решаться не на саммитах а на поле боя поэтому самое главное это избрание вот этим новым демократическим кандидатом я думаю самое технологичное сделать претендента харрис наступательные наступательные стратегии с украины которая включает в себя передачу и не не пяти а нескольких десяток систем пво и 130 современных самолетов а вот когда это будет сделано то новый саммит мира как раз будет прекрасным оформлением прекрасным карниром политическим для этого решающего андреич ну а вот то что вы видели вот обещание все которые были даны сейчас в результате вас саммита вы довольны этим ну во первых там разворачивание в германии ракет большой данности sm6 и томагавков опять-таки этот вот скажем так обещание украины и ее несгибаемого дороги скажем так пути в нато то есть такая вот такой риторический ход ну и также разумеется на миллиард долларов усиливается украинское ппо и в целом до 40 миллиардов долларов на военную помощь украине это то чего вы ожидали или больше или меньше я на то что я не так и все это замечательно все это гарантирует шуками не проиграет войну не проиграет потому что вот есть такая есть точка метровая линия фронта и ясно что русские никогда и не прорвут тоже не и не могут прорвать украинцы ведь когда мы я говорю о победе украины не возражать что вы думаете уже представляете себе что-то украинские войска с боями должны дойти до границы на сперва или какие потери нет есть другая другой путь гораздо более быстрые побеги есть пары в этой войне есть сцент тяжести по клаузнец это крымский полуостров это линия она по той ситуации на линии соприкосновения огня но даже даже почти двумя руками даже во время этой снарядной паузы украина добивалась добивалась громадных успехов в крыму она фактически изгнала военно-морской флот россии каждый день мы уничтожаем терминации вот эти 130 самолетов они помогут в кратчайшие сроки изгнать российскую группировку из крыма что приведет к падению путинского режима вы понимаете когда севастополем будет украинский флаг что будет твориться что будет твориться в москве путина просто уберут поэтому то что делает сейчас нато это замечательно это украина никогда не проиграет это создает такую базу устойчивости но украины не может бесконечно сопротивляться она не может бесконечно терпеть вот такие потери детских детских жизни как было вчера и путин избрал такую тактику вот в ноябре придет там мы будем приезжать к ням пока я буду запугивать украину с винтовым украинцы сами попросили трампа достичь соглашение с путиным то есть помощь достаточно для не поражение украины на линии фронта помощь недостаточно для необходимой вполне реальной победе украины течение месяцев если не недель спасибо как всегда держите руку на пульсе всего что происходит в вашингтоне спасибо за что время